Я верю, что была цель, ради которой Иисус пролил свою кровь. Мы видим, что кровь Иисуса была пролита, и ранами Его мы исцелились. С тех колючек, которые пронзали Его голову, текла кровь. Кроме того, кровь текла с Его ног. Кровь текла с Его боков. И кровь текла с Его рук. Вот те пять мест, из которых текла кровь Иисуса. Были пророчества о том, что кровь будет течь с этих частей Его тела. Но что Слово дает нам, как христианам? Что произошло, когда кровь Иисуса текла со спины? С головы, с рук, с ног, с боков? Я хочу сообщить вам, что все те места, из которых проливалась кровь Иисуса, были места, за которые заплачена цена для того, чтобы мы имели победу. И в каждом из тех мест нам нужно найти победу, которая была куплена для нас. Мы видим, что кровь, которая текла с Его спины, приобрела для нас исцеление. И Его ранами, ранами и со спины, Он приобрел для нас исцеление, чтобы мы были здоровы. Итак, второе место, с которого стекла драгоценная кровь Иисуса, это голова. Вы, Иоанна, 19. Давайте прочитаем первый и второй стихи вслух. Итак, Иоанна, 19, 1, 2. Если вы готовы, скажите «Аминь». Давайте прочитаем вслух первый и второй стих. Готовы? Читаем. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его, и воины, сплетши венец и стерна, возложили Ему на голову и отдели Его в багреницу». Итак, римские солдаты, как говорит Писание, сделали терновый венец и надели Ему на голову, так что кровь начала течь с головы и бровей. Потом один из солдат взял палку, которой они били Господа, ударил ею по голове, так что кровь потекла еще сильнее. Обратите внимание, терновый венец, кровь течет с его головы. Посмотрите, как они вели себя с Иисусом. Не думаю, что они тихонько Его били. Я уверен, что они старались вбить венец в его голову. Понимаете? И кровь начала течь еще сильнее. Матфея, 27 глава. Вам нужно посмотреть на это место. Я хочу показать вам, что написано в Матфея, 27 главе, 27 стихе. Я хочу, чтобы сегодня мы получили избавление. Сегодня я говорю о том, чтобы быть благословенным, а не проклятым. Я хочу рассказать вам о десяти проклятиях, о которых говорит Библия. Но я хочу показать вам, что благодаря крови Иисуса вы благословлены, а не прокляты. Матфея, 27. Начнем читать с 27 стиха и до 31-го. Тогда воины правителя взяли Иисуса в приторию, собрали на Него весь полк, и, раздев Его, надели на Него багряницу, и сплетши венец и стерна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость. «И становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» «И плевали на Него». Вы поняли, о чем речь? «И плевали на Него, и, взяв трость, били Его по голове. И, когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его и повели Его на распятие». В то, что с головы Иисуса лилась кровь, имеет глубокое духовное значение. И я хочу еще раз рассмотреть этот вопрос, чтобы вы поняли. Когда благословение приходит к кому-то, оно падает на голову. Именно поэтому отцы возлагали руки на голову своих детей, чтобы благословить их и передать благословение Завета. Вот почему в Новом Завете руки возлагают на голову, чтобы благословить, исцелить, направить и осветить человека Божьего в служении. Ваша голова — это престол вашей жизни. Ваша голова — это центр управления вашей жизни. Подумайте об этом. Враг должен атаковать ваш разум до того, как он успеет напасть на вашу жизнь. Контролируйте голову, и вы будете контролировать все тело. Все, что попадает вам в голову, влияет на всю вашу жизнь, на все ваше существование. Кроме того, в некоторых примитивных культурах люди считают голову чем-то священным и даже поклоняются ей. Они считают, что все, что происходит с головой, влияет на судьбу человека. Проклятие действует точно так же. Когда проклятие приходит к человеку, оно приходит в голову и начинает влиять негативно на все сферы его жизни, контролируя и доминируя в них. Давайте посмотрим на изначальное проклятие, которое находится в бытие в третьей главе, когда Адам не повиновался Богу, впоследствии чего пришло проклятие. Посмотрим, удастся ли мне сделать так, чтобы вы все поняли, проклятие пришло на них. Многие люди думают, что Бог посылает проклятие. Нет. Когда вы повинуетесь Богу, то в результате получаете благословение. Когда вы не повинуетесь Богу, то результатом будет проклятие. Что такое благословение? Благословение — это сила к успеху. Что такое проклятие? Это сила к падению. Позвольте мне показать вам, как все работает. Если вы хотите поехать на Северную улицу, 85, то вам придется ехать на Север, да? Но вместо того, чтобы ехать на Северную, 85, вы едете на Южную, 85. Это проблема, да? Вы будете судимы за свои неправильные решения. Вы увидите, что в итоге вы окажетесь не в том месте. Вы не придете туда, куда собирались. Если вы хотите исправить это, вы можете выйти на ближайшие остановки и поехать в другом направлении. Многие думают, почему это происходит со мной? О, наверное, Бог разозлился и проклял меня. Нет, просто вы решили пойти поперек волокон. Вы решили пойти против того, что Бог сказал вам. Вы просто взяли и пошли не туда. Вы пошли по дороге, на которой случаются несчастные случаи. Понимаете? Обратите внимание на Писание, Бытие. Что я говорил? Третья глава? Стих 17 и 18. Давайте прочитаем 17 и 18 стих вместе. Готовы? Читаем. А Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голос жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы, произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою». Обратите внимание на эти слова. Он сказал, что поскольку ты решил не исполнять то, что я говорил тебе, ты попал в место, где получил силу к падению. Ты попал туда, куда я не хотел, чтобы ты попал. Такова история всей Библии. Бог говорит нам не делать определенные вещи. И когда мы все равно делаем их, мы бежим и кричим, «Бог, где же ты? Что произошло? Почему я прохожу через это?» Послушайте очень внимательно. Проклятие упало на голову человека. Знаете, оно не пришло, когда женщина съела плод, или мужчина съел его. А оно захватило контроль над всей жизнью. Я хочу поговорить о тернии. Обратите внимание на то, что символ проклятия в этом стихе являются тернии. Терния и волчцы, произрастит она тебе. Поэтому, когда мы говорим, что человек живет в терниях, мы имеем в виду, что в его жизни множество проблем, трудностей, препятствий, поражений, горя и различного давления. Это именно то, что враг хочет принести в вашу жизнь. Он хочет, чтобы тернии захватили вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы были раздражены. Он хочет, чтобы вы были в трудностях, поражениях, в горе и в напряжении. Все эти вещи были частью описания человеческой жизни с того времени, как они совершили грех. Но Иисус заплатил цену и искупление. Посмотрите, что Он сделал. Он взял на свою голову, на трон своей жизни, символ человеческого проклятия, тернии, и пролил свою кровь, когда тернии впились в его кожу. Он позволил проклятию сойти на него, чтобы поднять, отменить и аннулировать любую форму проклятия, которая только может быть в вашей и моей жизни. Когда кровь пролилась с его головы, он заплатил цену, чтобы избавить нас от проклятия. И церковь сказала «Аминь». Спасибо, Иисус. Когда его драгоценная кровь полилась с головы, он заплатил цену, чтобы освободить нас навеки от проклятия. Навеки. Вы верите в это, дамы и господа? Вы верите в то, что кровь была пролита для того, чтобы навеки освободить вас от проклятия? Если вы верите в это, то примите во славу Бога. Если вы верите в это, то ходите в этом. Если вы верите в это, не позволяйте проклятию прийти в вашу жизнь. Ведь Иисус уже заплатил цену за то, чтобы освободить вас от проклятия. Пойдите, возьмите свое искупление и ходите в нем каждый день, говоря «Я свободен от проклятия, я благословен, а не проклят». Вы должны иметь то, за что Он заплатил. Вы должны иметь то, за что Он заплатил. Вы должны иметь то, за что Он заплатил. Никакое проклятие не должно больше действовать в вашей жизни. Библия ясно говорит в Галатам 3 главе. Откройте это место. Я хочу, чтобы вы поняли это. Аллилуйя! Галатам 3, 13-14 Если вы открыли, то скажите «Аминь». Итак, давайте посмотрим на 13-й стих. «Христос искупил нас от клятвы, проклятия, закона». Воскликните «Я искуплен от проклятия». «Сделавшись за нас клятвою, проклятием». Сейчас мы увидим, как это произошло. «Сделавшись за нас клятвою, проклятием, ибо написано, проклят всякий, висящий на древе». Зачем Иисус убрать наше проклятие? Дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Он говорит «Я возьму ваше проклятие, чтобы вы взяли Мое благословение. Я возьму ваше проклятие, чтобы вы были благословенны». Если Он взял ваше проклятие и заплатил цену крови, чтобы вы больше не были под проклятием, чтобы вы были под благословением, то значит вы должны сказать «Я благословен». Возможно, со стороны может казаться иначе. Скажите «Я благословен». Возможно, вы не чувствуете этого, но скажите «Я благословен». Все начинается здесь. Вы должны принять то, что кровь Иисуса приобрела для вас. «Я не под проклятием, я благословен». Может казаться, что проклятие пытается прийти и изменить то, что уже есть, но я благословен, а не проклят. Возможно, я немного раздражен, но я благословен. Возможно, что-то не выходит, но я благословен. Смотрите, и вы увидите благословения, которые придут в мою жизнь. Повернитесь к кому-то и скажите, я благословен. Скажите это. Посмотрите на меня и скажите, я благословен, а не проклят. Позвольте мне объяснить то, что вы только что сказали. Вы только что сказали, что у вас есть сила иметь успех. Я не имею силу к падению. Я имею силу к успеху. Скажите это. Скажите. У меня нет силы к падению. Поэтому падение не входит в мои планы. Я благословен. Христос заплатил цену, чтобы искупить нас от проклятия закона. Он сделал это, когда стал проклятием за нас. Он отменил проклятие. Он освободил мою жизнь от него. Я благословен. Я благословен. Я благословен. Я хочу, чтобы вы поняли это. Вы должны понять, что вы благословлены утром, благословлены днем и благословлены ночью. Вы должны услышать это. Вы можете ходить в благословениях Божьих каждый день своей жизни. Вы можете оказаться в ситуации, когда проклятия больше не будет, а будут лишь Божьи благословения. В 113-м псалме, 23-м стихе говорится, «Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Он сказал, «Ты будешь возрастать все больше и больше, потому что ты благословен». Прирост должен прийти в ваш дом. Прирост радости, мира, обеспечения. Обеспечение должен прийти. Но я не могу верить в это за вас. Вы должны сами верить в это. Я верю в это, и меня называют надменным. Но я все равно буду верить, потому что я не собираюсь отвергать то, за что он заплатил своей кровью. Я благословен. И меня не волнует, нравится вам это или нет. Я благословен, потому что Иисус заплатил цену. Я не позволю своим благословениям пропадать зря. Когда Иисус заплатил за них цену. Я попрошу вас повернуться к двум соседям и сказать, «Я больше никогда не буду чувствовать себя разбитым». Послушайте, послушайте, послушайте. Стойте, стойте, стойте. Я знаю, что некоторым из вас было трудно сказать это, потому что сейчас вы разбиты. Но вы должны назвать несуществующее существующим. Меня не волнует, что вы чувствуете себя разбитым, как те десять заповедей, которые Моисей разбил на горе Синай. Кровь Иисуса сделала вас благословенными. Я стараюсь объяснить вам, кто вы, и также, почему вы не делаете то, что должны делать. Итак, я готовлюсь говорить о десяти проклятиях. Есть множество людей в нашем поколении, у которых возникают трудности с одной или другой сферой жизни. Негативные духовные силы работают и стараются сделать жизни людей ужасными и трудными. Они переходят от одного разочарования к другому. Они переходят от одних долгов к другим. Их домашняя жизнь не отличается особой стабильностью. Они далеки от процветания и радости. Они усердно трудятся, работают день и ночь. Но несмотря на это, все заканчивается трагедией. Почему? Иногда все дело в неповиновении. Вы не можете оказаться в проклятии без повиновения. Никогда не забывайте. Не говорите «я просто проклят». Нет. В Библии сказано «незаслуженное проклятие не сбудется». Если вы оказались в положении, когда вам нужно избавиться от проклятия, то для вас есть хорошая новость. Вы можете получить избавление через кровь Иисуса. Вы не должны быть прокляты. Я дал вам список, который поможет определить, есть ли в вашей жизни проклятие. Теперь вы понимаете, почему я говорил вам, кем вы должны быть, чтобы не допустить этого в жизни. Я давал вам семь пунктов. Первый. Психический или эмоциональный срыв. Все это указывает на то, что проклятие пытается работать в вашей жизни. Психический или эмоциональный срыв. Второе. Повторяющиеся или хронические заболевания, особенно наследственные. Третье. Бесплодие, выкидыши или другие женские проблемы. Четвертое. Разрушение брака или отдаление в семье. Пятое. Продолжительные финансовые проблемы. Шестое. Частые несчастные случаи. Седьмое. История самоубийств или неестественных смертей. Как я уже говорил, присутствие одного или двух пунктов не обязательно говорит о наличии проклятия в жизни человека. Но если все семь пунктов присутствуют в вашей жизни, то значит, что что-то работает против вас. И если на человеке висит проклятие, то на это должна быть причина. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудет. Это может быть наследственное проклятие, которое действует в семье, и оно приходит из-за грехов, и, возможно, даже грехов других людей. Кроме того, это могут быть демонические атаки. Однако, когда проклятие действует в жизни человека, его цель — погубить эту жизнь. Цель проклятия — погубить человека горем, раздражением, поражением и страданием. Есть десять проклятий, о которых говорит Библия, о которых вы должны знать. Я должен объяснить, чтобы вы поняли. Вы были избавлены от проклятия, цена была заплачена, так что вы не должны находиться под проклятием, хотя вы и продолжаете ходить в нем. Помните Отиса из Мэйбери? Каждый раз охранники напивались и оставляли тюрьму открытой. Отис уходил на свободу, но постоянно возвращался назад. И точно так же поступают некоторые христиане. Мы были избавлены, но продолжаем идти по дороге, которая ведет нас в то же место. Вы были избавлены от прелюбодеяния. Вы были избавлены от извращений. Вы были избавлены от наркозависимости. Вы были избавлены от этого. Но почему христиане берут и возвращаются к тому, из чего их выкупил Иисус, и частью чего они не должны быть? Я хочу разобраться с этим. Я хотел бы просто сказать, слава Богу, вы избавлены от проклятия, и это правда. Но я спрашиваю вас, почему вы продолжаете возвращаться к тому, от чего вы были избавлены? Христиане, говорящие на иных языках, все равно возвращаются назад, к проклятию. Почему вы постоянно возвращаетесь к этому жалкому состоянию? Почему? Почему? Я гарантирую, проклятия в вашей жизни начались не просто так. Все началось с того, когда вы решили проигнорировать Слово Бога, пропустить их, или просто не послушать то, что Он сказал. Таким образом, вы снова открыли доступ к тому, от чего вы были избавлены. И это очень огорчает меня, как духовного отца. Никто не хочет, чтобы их дети возвращались к тому, от чего их освободили. Мы говорили с моим зятем на прошлой неделе об этом. Мы и так допускали глупые ошибки, и теперь мы стараемся отговорить своих детей, чтобы они не делали этого. А дети говорят нам, мы тоже хотим делать глупости. Но вы уже были избавлены от этого. Я хочу, чтобы вы послушали о десяти проклятиях, о которых сказано в Библии, о которых нас предупреждают, потому что большинство людей живут под влиянием одного из этих проклятий, даже в церкви. Сегодня всякое проклятие... Я говорю о том, что всякое проклятие в вашей жизни будет разрушено. Вы повернетесь, повернетесь и скажете, я больше не буду делать этого. Кто-то может сказать, у меня все еще есть желание делать так. То, что у вас есть желание, не означает, что вы должны делать это. Просто занимайтесь своим делом и пребывайте в слове, и тогда это все уйдет. Это не так уж и просто. Что это значит? Все не так уж просто. Это не просто. Это трудно. Так что, вы не можете сделать это? Не используйте фразу «это нелегко» в качестве оправдания для неповиновения Божьему Слову. Если вы христианин, то в тот день, когда вы спаслись, вы сказали, «Господь, я отдаю тебе свою жизнь». Вы знаете, что это означает? Все остальное, что пытается искусить вас, не имеет на это права. Вы должны сказать, «Я принадлежу Иисусу. Я больше не могу делать этого». «Да, это приятно». «Да, мне нравится курить травку». «Мне нравится». «Да, но это не для меня». «Ты пытаешься уничтожить меня, дьявол. Я больше не пойду этим путем». Даже если вы хотите этого. Ваше тело скажет «нет». Мы не можем делать этого больше, потому что Иисус пролил кровь на кресте и заплатил цену. Мы больше не должны делать этого. Нет. Некоторое время вы будете бороться, но напоминайте себе, кто вы. Я спасен, освящен, наполнен Духом Святым, крещен в огне. Моя жизнь принадлежит Ему. И я не буду больше связываться с этим. Я больше не буду спать с кем попало. Я не могу делать этого. Я хочу, мне нравится, но я не буду. Я спасен. Спасен от чего? От всего этого. Да, но кровь также может очищать меня от моих грехов. Кровь дана не для того, чтобы вы постоянно ходили и пачкались. Кровь дана для того, чтобы вы больше никогда не были в грязи. Я знаю, что вы все скажете «Аминь». Вы выйдете отсюда и будете делать то, что захотите. Но вы должны напоминать себе, кто вы. В эти дни христиане не ведут себя как христиане. От них осталось лишь название. «Я попаду на небеса, потому что спасся вчера. Я помолился молитвой грешника». А как насчет воли Божьей? Вы должны ее исполнить. Если вы хотите спастись и жить, как раньше, то зачем вам тратить время зря? Вы просто могли купить себе футболку и сэкономить время. Вы спасаетесь лишь тогда, когда относитесь к этому серьезно. Вы верите, что есть Господь. Вы верите в Бога Всемогущего. Вы верите в Духа Святого. Вы верите в Слово Божье. Вы верите так, что можете сказать. «Я больше не буду делать этого. Я не буду грешить». Настало время вести себя как настоящий христианин. Настало время вести себя как христианин. Иисус возвращается. Приведите свой дом в порядок. Или отвечайте за то, что вы делали неправильно. Проклятие – это не укол от Бога. Проклятие – это когда за вас берется неповиновение. Благословение – это когда вы идете в повиновении. Но как знать, чему повиноваться, если вы не читаете Слово? «Я не перестану проповедовать Евангелие». «Я не перестану проповедовать Евангелие». Вы можете перестать ходить сюда, но «Я не перестану проповедовать Евангелие». Аллилуйя! Десять проклятий. Первое проклятие называется... Это просто невероятно. Первое проклятие называется «Проклятие Божье». Что такое проклятие Божие? Да, Бог допускает проклятие. Когда? Когда люди нарушают Его Слово. Именно это произошло в третьей главе Бытия. Они нарушили Слово, и в результате этого пришло проклятие. Позвольте мне привести вам еще одно местописание. Притча 3.33. Проклятие Господне на доме нечестивого. А жилище благочестивых Он благословляет. Проклятие Господне на доме. Иначе говоря, Он утверждает, что позволит проклятию прийти в дом того, кто продолжает идти против Его Слова. Поэтому, когда вы приходите и жалуетесь о том, как все плохо, я хочу, чтобы вы понимали, что проклятие на доме. Проклятие Господне на доме нечестивого. Второе проклятие называется проклятием человеческим. Когда человек, у которого это настолько, настолько реально, мне необходимо научить вас этому. Мне необходимо учить об этом больше. Когда человек, обладающий законной властью, налагает на вас проклятие из-за того, что вы неправильно поступили с ним, это проклятие прилипает к вам и влияет на вашу жизнь. Например, Ной проклял Хама и его потомков. И многие дети были прокляты родителями из-за родителей. Что я имею в виду? Евангелие от Матфея, 15-4. Откройте это место. Дело в том, что мы не часто говорим на эту тему. Мы все время говорим о любви. Но надо читать Библию внимательно. Детей, которые смеялись над Елисеем из-за того, что у него была лысина, съела медведица. Некоторые из пророков произносили на людей проклятие. Об этом много не говорят. Но вот что сказано в Евангелии от Матфея, 15-4. В том, что касается отцов и матерей, людей, имеющих власть, людей, которые обладают законной властью над вашей жизнью, как, например, родителей. Всем надо быть осторожными с тем, как мы обращаемся с ними. Смотрите, Евангелие от Матфея, 15-4. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать». Мы это слышали, верно? «И злословище отца или мать смертью да умрет». А вот этого вы не слышали, да? Видите, «почитай твоего отца и мать, и увидишь благословение. Хорошо тебе будет, и дни твои на земле продлятся». Но если будешь бесчестить отца и мать, тогда ты наведешь на свою жизнь проклятие смерти. Иначе говоря, противоположное обетованию. То есть, вам надо решить, будете ли вы слушаться Бога и почитать своих родителей, почитать тех, кто имеет над вами законную власть, или же вы. Друзья, важно, чтобы у вас было понимание о власти. Послание к римлянам, 13 глава. Мое сердце сокрушается из-за того, что многие делают так и даже не знают, что делают. Ну а в первом стихе 13 главы послания к римлянам говорится, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Библия говорит, что те, кто противостоят духовной власти, навлекут на себя осуждение, получат надлежащее наказание. Бог говорит, что всякая власть исходит от Него. Власть родителей, духовная власть — это от Бога. Бог и духовная власть — одно. Так говорит Господь. Он говорит, что когда вы решаете идти против власти, вы решаете идти против Него. Вот этого мы и не видим. Мы думаем, что идем против мамы, папы, против нашего пастора и считаем, что в этом нет ничего плохого. Нет, вы должны понимать, что противиться родителям и духовной власти значит противиться Богу и навлекать на себя осуждение. Вот что мы делаем неверно. Мы думаем, что если они поступают неправильно, это дает нам право противостоять им. Нет, это не так. Бог говорит, что когда вы подчиняетесь власти, вы подчиняетесь Ему. Подчиняйтесь даже тогда, когда это причиняет дискомфорт. А Бог позаботится о тех, кому принадлежит духовная власть. Он разберется с вашей мамой, с вашим папой, с вашим пастором. Ваше дело — подчиняться. Понимаете, иногда происходит вот что. Когда вы заняты выяснением ошибок ваших родителей или духовных наставников, вы не осознаете следующего. Любая ошибка, которую они делают, выявляет, что у вас в сердце. Какой будет ваша реакция? А Бог сам позаботится о людях, облеченных духовной властью. Я читал в книге Второзакония о том, что если молодая женщина принесет обет перед Богом, и этот обет будет угоден ее отцу, тогда, слава Богу, обет будет исполнен. Но если главе семьи, отцу, не будет угоден обет, который она принесла перед Богом, тогда Бог простит ее и освободит от обета, чтобы почтить духовную власть. Это очень важно, потому что ваше отношение к духовной власти может стать для вас препятствием к преуспеванию. Я помню, были в моей жизни случаи. Я знал, что услышу слово от Бога, но человек, облеченный духовной властью, сказал иначе, и я подчинился ему, после чего Бог стал открывать мне что-то еще, и я смог исполнить то, что было необходимо. Но нам надо перестать выискивать оправдание нашего противления духовным властям, при этом думая, что мы не утратим благословения, так как это всего лишь наша мама и папа. Так не пойдет. Причина, почему люди застревают и увязают в проклятии, в том, что они сами навлекают на себя осуждение, не видя, что Бог и духовная власть — это одно. И если вы противитесь духовным властям, установленным Богом, вы противитесь Богу. Но противление очень быстро приведет на вашу жизнь проклятие, а люди не понимают этого. Они используют такое оправдание. Но мне же Бог сказал, «Знаете что, если люди, облеченные духовной властью, я говорю в том числе о родителях, когда у родителей есть дополнительное откровение об определенных вещах, а вы не обращаете на это внимания, то вот чего вы не понимаете. Бог действует через ваших родителей и духовную власть для того, чтобы помочь вам оставаться в благословении. Бог почтит вас, если вы будете подчиняться духовным властям. Но что происходит, когда вы говорите, «Подождите, я знаю, что сделать, это мне сказал Бог. Я знаю, что Бог сказал мне вступить в брак с этим человеком. Я знаю, что Бог сказал мне пойти на эту работу. Но люди, обладающие духовной властью, сказали вам, «Нет, Бог хочет посмотреть, подчинитесь ли вы им. И если вы подчинитесь, тогда, если надо будет, Бог будет работать с этими людьми. И если надо, изменит их. Но ваша жизнь будет еще более благословенной, потому что вы подчинились, даже будучи не согласны». С этим шутить нельзя. Иногда бывает так, что Бог дает людям, облеченным духовной властью, кем бы они ни были в вашей жизни, откровения. Бог что-то скажет им, а после того, как вы подчинитесь, им откроется полное откровение, и таким образом открывается, что у вас в сердце. А если вы не подчиняетесь духовным властям, тогда Бог скажет вам, «Я не могу доверить тебе то, что сказал сделать, потому что ты не исполнишь то, что тебе поручено. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Мы начинаем перенимать это. Мы живем в таком обществе, где говорят, «Не надо меня учить, что мне делать. Я буду делать то, что я хочу». Но каждый человек должен кому-то подчиняться. Это начинается дома, с ваших родителей. И смотрите, что говорит Бог. Он говорит, что на вас приходит проклятие, потому что вы решили не почитать своего отца и мать. Это так важно. И если мы продолжаем противиться, то застреваем, и не можем понять почему. Потому что противимся духовной власти. Третье проклятие, о котором говорится в Библии, это проклятие, которое мы наводим на себя сами. Некоторые люди произносят над собой ужасные вещи, накладывают одно проклятие на другое. Иногда они это делают для того, чтобы спасти лицо, избежать наказания. Но потом эти проклятия проявляются в жизни. Что вы говорите сами о себе? Я никогда ничего не добьюсь. Это проклятие, которое вы наводите на себя сами. Я всю жизнь был банкротом. Таким и останусь. Самонаведенное проклятие. Я, наверное, проживу не больше 30 лет. Самонаведенное проклятие. Похоже, я никогда не найду работу. Самонаведенное проклятие. Своими провозглашениями вы наводите проклятие на собственную жизнь. Я слишком стар для этого. Вам необходимо начать говорить в свою жизнь правильные вещи, чтобы приходили благословения. Если хотите что-то наводить на себя, наводите благословение. Четвертое проклятие, которое записано в Библии, это проклятие сеяния из жатвы. Если вы сеете зло, то и пожинаете зло. Вам это известно. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление», говорит Библия. Если вы сеете добро, то пожнете что? Добро. Но многие люди сегодня находятся под проклятием, и это прямое следствие того, что они сделали в прошлом. То, где вы сегодня, следствие того, что вы сделали в прошлом. Что вы посеяли в прошлом. Если зло, то такой урожай и получите. Проклятие сеяния из жатвы говорит о том, что вы не сможете избежать последствий того, что вы делаете сегодня. Номер пять. Проклятие пророков. Будьте осторожны с пророками. Если человек поистине имеет помазание Святого Духа, то если вы неправильно поступите с пророком, вы заплатите цену. Гиезий солгал Елисею и стал прокаженным. Мы не задумываемся об этом. Не важно, что этот человек грешник, что он упал. Вспомните, что сделал с Саулом Давид, когда тот попытался убить его. Давид мог бы убить Саула, но не стал этого делать, потому что Саул был человеком, которого помазал Бог. То, что пророк упал, не дает вам право ненадлежащим образом касаться его помазания. На вас может прийти проклятие, которое называется проклятием пророков. Вот что говорится в 14 и 15 стихе 104-го Псалма. «Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям, говоря, не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла». А иногда мы касаемся их своим языком. И это возвратится к нам. И не потому, что Бог или Пророк что-то сделают против нас, а просто мы сами пошли этим путем. И благословения будут удержаны от нас. Номер 6. Проклятие заклятого. Проклятие заклятого. Послушайте, когда вы приносите заклятие в свой дом, или общаетесь с проклятым человеком, или живете в проклятом месте, проклятие переходит и на вас. Если вы общаетесь с прелюбодеем, вы в конце концов совершите прелюбодеяние. Если вы общаетесь с людьми, которые любят принимать наркотики, вы тоже начнете это делать. Не обязательно вам делать это вместе с ними, достаточно того, что вы с ними общаетесь. Вспомните о том, что во дне Ахана гнев Божий был на Израиле. Помните этот случай из 7 главы книги Иисуса Навина. Дело было не только в том, что Ахан что-то украл, хотя это само по себе плохо, но он украл заклятые вещи. Он возложил руки на то, что не принадлежало ему. Давайте я прочту 1 стих 7 главы книги Иисуса Навина. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Азары, из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». Есть ли в вашем доме что-то, принадлежащее Богу? Например, десятины. Перейдем к номеру 7. Номер 7. Родовое или унаследованное проклятие. Проклятие, как и благословение, не умирает вместе с человеком. Когда умер Авраам, благословение Завета перешло на Исаака. Так же, когда умирает нечестивый человек, который находится под проклятием Господа, он передает проклятие своим детям. На самом деле, проклятие переходит на детей еще до того, как нечестивый умирает. Очень много людей сегодня страдают от ужасных проклятий не из-за своих дел, а из-за своих корней, наследства. Мы не так давно изучали об этом. В 5 стихе 20 главы книги Исход говорится, «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, недовидящих меня». То есть, тех, кто не соблюдает Его Слово. Кто не ходит в любви, не исполняет заповеди Господа, когда вы не исполняете заповеди Божьи и не живете в послушании, вы подвергаете себя родовым или унаследованным проклятиям. Мы называем это беззаконием. Если вы сегодня не делаете то, что Бог говорит вам делать, вы подвергаете себя тому же проклятию, что и прошлые поколения. Но если вы послушны Слову Божьему, то не будете им подвергаться. Номер 8. Проклятие непрощения. Когда человек живет в непрощении и горечи, он подводит себя под проклятие. Вы слышали, что я сказал? Ничего не получается. Вот что значит быть проклятым. Вы уполномочены на поражение. Если сегодня вы испытываете кому-то горечь, если у вас кому-то все еще остается непрощение, кто-то скажет, «Меня обидели». Но знаете, это не оправдание. Когда вы предстанете перед Богом, вы не сможете сказать, «Знаешь, Господь, я был обижен, поэтому у меня была горечь». Или, «Господи, Ты просто не знаешь, что они мне сделали, поэтому я их не простил». Если даже о вас говорили, как о последнем человеке, это не дает вам права горевать. Дело в том, что вам надо принять решение. Если вы сказали, что верите в Слово Божие, тогда вы должны быть готовы и исполнить его, даже когда это неприятно и больно. Да, вам причинили зло. Да, с вами обошлись плохо. Возможно, муж принес в дом какую-то боль. Все это тяжело. Но не позвольте, чтобы на вашу жизнь пришло проклятие, не позвольте ему превратиться в болезнь. Не уподобляйтесь человеку, который, желая смерти другому, сам выпивает яд. Вы серьезно? Знаете, сколько меня обижали за последние 30 лет? И я ни на кого не держу обиды, потому что это будет неживо зло. Нет, я прощаю и люблю вас, потому что этого ждет Бог. Если вы держите против людей их грехи и обиды, нанесенные вам, тогда и Бог держит против вас ваши грехи и поступки против Него. Что вы еще не отпустили? Прошло уже 10 лет. Отчего вы не избавились за это время? Вам надо научиться прощать людей и говорить, «Знаешь что? Все хорошо». Вам надо научиться любить людей, молиться за них, верить в самое лучшее о них. И не позвольте другим людям говорить о них плохо, потому что, разнося сплетни, вы никому не принесете пользу, а только подольете масло в огонь. Когда ко мне приходят люди и начинают о ком-то сплетничать, я отвечаю, «Хорошая сегодня погода, да?» Они говорят, «Что?» Я говорю, «Отличная погода, прекрасный день, а на улице тучи и погода вообще-то не очень». Я хочу закрыть эту тему. Каждый раз, когда вы будете приходить ко мне со сплетнями, я просто не буду поддерживать разговор. Лучше избавиться от непрощения, а иначе оно приведет вас прямо в ад, и вы будете недоумевать, как вы там оказались. А оно того не стоит. Отпустите людей, им грехи. За горечь и непрощение придется заплатить слишком большую цену, и вы не можете такого себе позволить. Посмотрите 12 главу послания к евреям. «Старайтесь иметь мир со всеми людьми и святость, без которой никто не увидит Господа». Вот это место Писания больше всего касается меня. Святость. Святость, без которой никто не увидит Господа. Кто из вас хочет увидеть Господа? Ну давайте, поднимите руки. Кто хочет увидеть Господа? Хорошо, согласно этому месту Писания, в каком случае вы увидите Господа? Сказано ли тут, что вы увидите Господа, потому что помолились молитвой покаяния? Что вам необходимо, чтобы увидеть Господа? А если у вас не будет святости, что тогда? Вы не увидите Господа. Что значит быть святым? Носить длинное платье? Не пользоваться косметикой? Это не святость. Это показуха. Это не значит быть святым. Быть святым значит иметь такое же мышление, как и у Бога. Быть в единодуши с Ним. Так что без обновления ума Словом Божьим о святости не может быть и речи. Потому что у вас не будет одного мышления с Богом, если вы не читаете Его записанные мысли. Вы думаете, что Бог пустит на небеса, кого попало, и позволит и там воцариться беспорядку? Бог ни в коем случае не допустит на небеса людей, которые думают не так, как Он. Библия говорит, что Бог сделает вот что. Он сделает духи праведников совершенными. Так сказано в Писании, не так ли? Что же я хочу сказать? Давайте я продолжу и объясню вам. Не каждый, кто собирается на небеса, окажется там. Там будут шокирующие события. Я вам говорил, что на небесах будет три вещи. Первое. Вы оглядитесь вокруг и не увидите на небесах людей, которых ожидали там увидеть. Второе. Вы посмотрите и увидите людей, которых вы знали, и вы подумаете, как они вообще сюда попали. И третье. Вы посмотрите на Иисуса и скажете, «Спасибо, что я попал сюда». Старайтесь иметь мир со всеми людьми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Возникает корень горечи и причиняет вам вред. Это значит, что из-за этого корня горечи многое в вашей жизни пойдет не так. Это проклятие непрощения. Номер девять. Проклятие закона. Когда нарушается Божий закон, на нарушителя автоматически приходит проклятие. Этот вид проклятия нельзя удалить иначе, как через покаяние и обращение к Богу в полном послушании. Иначе говоря, единственный путь, как можно выйти из этого проклятия, покаяться, изменить свое сердце, изменить свой разум, изменить направление и быть послушным Богу. Из проклятия выйти легко. Будьте послушны Богу. Номер десять. Я поставил его на последнее место, потому что с ним легче всего справиться. Оно называется проклятие сатаны. Что такое проклятие сатаны? Сатана через своих подручных накладывает проклятие на людей, которые отошли от Христа и сломали стену Божьей защиты вокруг себя. Многие люди в нашем поколении страдают от этого проклятия, но если вы поистине дети Божьи, если вы живете в полном послушании Богу, под покровом крови Иисуса, тогда проклятие сатаны никак не может на вас повлиять. Вспомните, как в древности Валаам не смог проклясть Израиль. Враги устанут проклинать вас, потому что вместо проклятия из их уст будут выходить благословения. Я потратил столько времени на объяснение этих проклятий не для того, чтобы напугать вас, а разоблачить разные уловки врага, чтобы вы могли эффективно с ними разбираться. Имея дело с этими проклятиями, разберитесь, что за проблема в вашей жизни. В очень многих случаях вам будет необходимо посвятить время чтению Слова и молитве. Вам надо будет покаяться и поистине следовать путями Божьими. Не знаю, возможно, вам придется выбросить из своей жизни то, чему там вообще не место. Но добрая весть в том, что Иисус заплатил за все грехи. Иисус носил на голове терновый венец ради того, чтобы вы могли освободиться от любых проклятий, которые попытаются прийти на вас, испортить и разрушить вашу жизнь. Мы благословенны. Мы благословенны. Я говорю, мы благословенны. Я свободен от любого проклятия благодаря крови Агнца. Я благословен, а не проклят. Во имя Иисуса Христа нет ни мужского пола, ни женского. Нет ни черных, ни белых, ни евреев, ни язычников, ни рабов, ни свободных. Все верующие поистине одно во Христе. Все они — истинное семя Авраама. Они благословенны вместе с верным Авраамом. Вы не слышите меня. Я вам должен показать еще одну вещь. Послание к римлянам, 2 глава. И на этом закончим. О, это потрясающе! Это учение, о котором я вам скажу, не антисемитское. Я верю в то, что евреи избраны Богом народ, и они избраны для того, чтобы распространять любовь Божию по всей земле. Я верю в то, что Авраам был евреем. Я верю, что Иисус в своей человеческой природе был евреем. Я верю в то, что для последнего времени у Бога есть для евреев свой особенный план. Но также я знаю и то, что Бог избрал их, как носителей любви Божьей, чтобы эта любовь распространялась на всех людей. И я знаю, что когда придет полнота времени, Бог соберет все воедино во Христе. И эта духовная идентификация с Богом, со Христом, выше любой другой идентификации. Вы слышите, что я говорю? Прочтите 28 и 29 стихи вместе со мной. Готовы? Читаем. Послание к Римлянам, 2 глава, 28 и 29 стихи. Если вы там, скажите «Аминь». Готовы? Читаем. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Я слышу, как люди все время говорят, «Бог благословит его больше, чем меня, потому что он еврей, а я нет». Я еврей. Нет, вы не услышали, что я сказал. Моя идентификация, моя духовная идентификация выше, чем плотская. По плоти я чернокожий человек, но моя духовная идентификация ценится Богом выше, чем физическая. Так что вам надо знать, что каждый раз, когда Бог говорит о благословении, евреев, Он говорит и о моем благословении, потому что внутри себя я иудей, еврей. Так говорит Библия. Мне дана эта идентификация. И хотя вы слушаете чернокожего человека, вы слушаете еврея. Вот что произошло со мной благодаря голговской жертве. Люди всегда говорят, «Знаете что, посмотрите на евреев. Я вам говорю, они всегда богатые». Правильно. Посмотрите и на этого еврея. Идентификация не ограничивается чем-то физическим. После того, как пришел Иисус и пролил свою кровь, нет уже ни иудеев, ни язычника, ни мужского пола, ни женского. Но теперь мы все одно во Христе. Если же вы, Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok